здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта программа открытый микрофон сегодня поговорим о рынке о тех идеях о которых мы с вами обсуждали прошлую пятницу в тех торговых рекомендациях которых я давал других моментах и так давайте начнем всегда с евро долларом нам сейчас перейдем и так евро доллара прошлую пятницу мы находились здесь на минимума выше сильного ключевого уровня поддержки 107 70 плюс у нас было так стрендовое поджатие на треугольничек по евро доллару прошлую пятницу я советовал покупать евро доллар с целями в район примерно 08 до 85 вот эти локальные цели и вторая цель это был уровень 110 все цели мы отработались мы даже очень хорошо сходили стоп лосс я советовал ставить за минимум вот эти да которые у нас были альтернатива по евро было я говорил если евро закроется ниже данного уровня то у нас будет генерация шартов этого не произошло у нас в принципе очень хорошо отработал салон плюс те кто смотрел обзор пятничный по евро доллару плюс понедельник на битве аналитиков я также советовал покупку евро доллара что у нас на текущий момент на текущий момент евро доллар притормозил возле ключевого уровня 110 него неоднократно уже рынок отбивался плюс мы пробовали позавчера вчера пробить данный треугольник моего моменте пробили и я думал что уже мы улетим выше уровня 10 но вчера снова медведи победили и загнали цену чуть чуть ниже треугольником и ниже уровня на текущий момент что я могу сказать по евро доллару это то что я бы стал покупки рассматривать только после того как мы пройдем отметку 110 я не исключаю покупки где-то в районе 1 08 85 и дальше поход наверх где-то в таком варианте но я пока буду не рынка скажем имею ввиду покупок с текущих до только покупки выше 110 если цена закроется в таком случае у нас может произойти очень хороший выстрел наверх в район там 111 и возможно выше вплоть до там 115 максимум которые у нас были в марте по евро доллару но на текущий момент вчера на часовика прошли хорошие продажи вот у нас в этом районе смотрим очень хорошо видно вот здесь пошла генерация продаж локальное зеркало да и рынок немножко под задавили вниз что на текущий момент если мы цену дальше будем продавать продавливать сильно вниз то в принципе у нас может сгенерироваться глобальный шорт по евро доллару это мы уже будем обсуждать уже по факту что будет рисоваться наперед не будет не будет загадывать или уже при пробое поддержки там 10750 формате поэтому на текущий момент я был не рынка по евро доллар не исключаю шорт он принципе был достаточно неплохой вчера вечером но и не исключаю с текущим возможно шорт но с небольшим стопом где-то в в районе там 0955 потому что у нас есть здесь локальные уровни поддержки в этом районе у нас принципе евро может сегодня улететь наверх очень сильно закрыться там больше там один десяти и дальше укина поэтому с коротким стоп-лоссом если пробуем шарки то в принципе у нас есть признаки на шорт по данному инструменту более подробно я уже скажу с понедельника на битве трекера дальше почему я так скажем возможно рассматриваю шорт евро доллара с текущих потому что у нас доллар франк мы перейдем к данному инструменту сейчас для анализа такой комплексный анализ сделанных инструментах они в принципе где-то на 80 процентов одинаково ходят то есть противоположную сторону но карлируют друг друга пройдемся в начале с прошлой пятницы что я советовал это продажи в этом районе цели мы в принципе выполнили локальные первая цель я думал что мы дальше будем падать пониже но вчера была явная борьба вот за данный уровень поджатия который у нас здесь происходит треугольчик поэтому из кто шаркил желательно было здесь выходить возле данного уровня поддержки аналогично как и по евро доллару кто покупал плюс что дальше у нас вчера достаточно сильный бычий выкуп сейчас мы снова застряли возле верхней храницы треугольника и сопротивление сопротивление в районе там 0 97 35 97 50 и я бы ждал чтобы мы прошли вот эту зону закрепились выше в таком случае у нас откроется дорога в район там 0 99 и единички по соотношению доллара к франку пока у нас таки по евро я сказал возможен евро доллар стекущих short доллар франк лон но скажем здесь такое накопление сопротивление что но мы можем его сейчас сегодня пятница пробить его собрать вот эти все стоп лосса ну скажем ну вот таком формате да то есть мы вот здесь находимся сейчас цена может скажем как и пробить сильно так и отбиться поэтому я пока склоняюсь к пробитию наверх теперь по евро доллару вниз но скажем это такой момент 50 на 50 вы уже со своими убеждениям евро франк скажем принимайте решение какую сторону хотите торговать потому что есть идеи хорошие на рынке да вот как было прошло здесь понятно было что скорее всего будет шо на текущий момент скажем ситуация неоднозначная дальше чтобы хотел сказать о золоту были вопросы по золоту мы с артемом не успели обсудить в среду золото на битве аналитиков но кто следил за данным видеороликом и за комментарии очень было активное обсуждение рынка комментарии я говорил что по золоту нужно следить за уровнем тысячи тысячи семьсот сорок восемь там был скажем один участник дискуссии он принципе скажем был активный он за этим уровнем следил и те трейдеры вот кто нас смотрел я проводил на прошлой неделе бесплатно обучающий вебинар это частичка с моего обучения вебинар назывался три столпа прибыльного трейдинга на youtube канале есть запись данного вебинара кто не посмотрел я говорил о модели номер два смотрите то есть вот импульс откат ложный пробой и движение наверх эта моделька в лонг аналогичная моделька шорту и нужно перевернуть и мы сейчас вернемся к золоту и смотрим что у нас здесь по золоту произошло смотрите в этом сегменте у нас произошел импульс откат ложный пробой на и что у нас дальше сильные движения вниз нас отработалась моделька номер два м2 сокращенно плюс у нас здесь по его по золоту был уровень достаточно сильный скажем излома тренда поэтому кто скажем смотрел обучающий вебинар тут понял почему здесь произошел по золоту шор не нужно ждать мнение аналитиков и так далее просто нужно научиться понимать рынок самому и торговать по данным моделям дальше кто желает скажем более подробно это все изучить я уже говорил что существует курс обучения но на также я создал для клиентов компании а маркет экспресс курс обучения это такой сокращенный курс обучения групповой который будет в июне в начале июня я ссылку на данный курс обучения скину в комментариях по данным видео который будет загружен на youtube канале здесь сокращенно вся выжимка с и моего курса обучения чтобы смогли посмотреть часть модели которые торгую дата 8 мы стартуем здесь расписан план по дням расписанным это получается 8 9 10 11 12 для клиентов компании маркет скидка всего за 99 долларов вы сможете пройти вот этот данный экспресс курс и так что у нас на текущему по золоту золото у нас подошло к сильным сильной поддержки поддержка у нас в районе 1723 1725 вот эти минимумы вот эти уровни плюс у нас тренд мы вчера скажем остановились вот возле данного уровня что на текущий момент кто шортил я бы советовал скажем как всегда части сделки закрыть вот на этой поддержке на часть сделки оставить без убыток и понаблюдать это первое то шортил по данным по данной модели кто смотрел комментарии то и писал дальше на текущий момент мы можем с текущих почему я советую часть закрыть часть без убыток мы можем на текущий момент сильно вырасти сегодня лон или там постепенно наверх дальше это первый сценарий второй сценарий который возможно будет формироваться по золоту это сегодня золото не покажет сильного роста скажем вот даже под давлением небольшим вот этот рост он закончится максимально где-то в этом районе понедельник аналогично мы здесь проторгуемся я уже дам более подробный комментарий понедельник среда на битве по золоту буду давать ему скажем минутные обсуждения если какие-то интересные идеи да потому что чтобы вы понимали чтобы торговать рынок нужно чтобы сформировалась какая-то определенная модель модель это модель 2 таком случае я могу дать конкретную рекомендацию пока текущий момент по золоту ничего нет есть только вариант ланга шортов секущих нету и так если здесь аналогично сформируется определенная модель я уже с понедельника среда скажу и мы будем рассматривать шорт золото среднесрочный в район там 1670 1650 и возможно ниже но это уже нужно подождать дальше 500 аналогично смотрите у нас идет борьба за уровень сопротивления который у нас находится в районе там 2960 пунктов мы неоднократно к нему уже подходим все время добиваемся сейчас идет проторговка поэтому сейчас я бы советовал покупки открывать после закрепления цены выше вот этих максимумов 2970 2980 если произойдет закрытие у нас получится хороший прострел наверх на текущий момент я бы пока повременил снт 500 посмотрел что здесь произойдет не исключаю скажем какое-то снижение но на текущих пока не рынка нахожусь может быть шорт но скажем есть хороший уровень поддержки мы можем от него отбиться поэтому по семьи пока следим за верхней границы канала какие-то решения дальше что еще можно сказать о рынку фунт доллар по фунт доллару вчера был оптимистично настроен на покупки по фунту в принципе ждал закрытие чуть выше в районе хотя бы 122 30 122 40 но этого не произошло цена чуть-чуть подзадавили и вниз поэтому с текущих я скажем пока еще надеюсь процентном соотношении 30 процентов на лонг с текущих со стоп лоссом минимум за вчерашний минимум возможно чуть ниже здесь не исключаю что может формироваться лонг по данному инструменту достаточно сильно но первая цель это вот эти максимуму да в район там 123 и дальше в район там 124 125 по фунту но пока инструмент находится под сильным давлением сказал уже очень низкая вероятность вот у нас смотрите вот у нас происходит все время медведи пытается сенски вот даже вчера под конец дня ну вечером скидывали и скажем вот это последняя свеча скажем засомневался в покупках очень сильно но и исключаю и плюс ночью тоже скинули сильно если бы цена торговалась выше уровня желтого который отметил здесь бы я был сегодня советовал скажем более надежные покупки сейчас у нас очень низкая вероятность поэтому исключая походов поэтому каких-то конкретных рекомендаций по данным инструменту я не буду давать сегодня уже посмотрим с понедельник если есть на текущий момент пойдет хороший выпук таком бракурсе да то с понедельника исключает какой-то определенный рост поэтому с этими на этих инструментах закончен там евро франк фунт золото смп ну можно еще вкратце нефть марки бренд обсудить подошли мы позавчера и вчера к сильному уровню сопротивления 36 то есть это уровень с истории апрель месяц с этого уровня мы делали обновление минимума плюс он еще марки который удерживался подошли и сегодня ночью была реакция там если не ошибаюсь новости по китае вышли новостной фон не очень и пошел сильный слив нефти ну там около почти 200 пунктов до слили нефть вчерашних максимумов если мы сегодня закроемся бы чем точнее медвежьим сильным баром хотя бы здесь на минимум и дальше будет хорошая такая протоповка мы будем смотреть по ее структуре уже в таком случае у нас будет рисоваться возможность снижения в район 32 и дальше там 29 и возможно ниже на текущий момент пока торговых позиций нету напомню как всегда мы на битве аналитиков будем этот инструмент также затрагивать если будут рекомендации буду давать если будет просто комментарии буду говорить что думаю лонг или шор потому что скажем смотрел комментарии прошлые наши битвы и мы с артёмом все время обсуждаем там несколько инструментов 234 инструмента но есть запросы от других участников что дать там хотя бы комментарии там по 5 500 пазол по евро доллару там допустим по биткоину да то есть хотя бы какое-то свое мнение до кратко сказать что мы думаем по этому инструменту и поэтому я буду стараться если будут какие-то хотя бы неплохие моменты так вкратце проходится там себе 500 не евро доллар те инструменты по которым есть большой спрос наших зрителей если не будет каких-то дорога я просто скажу там условно сейчас явно не рынка по данному инструменту скорее всего возможно склоняясь там планку этом или конкретно не понимаю что здесь происходит поэтому то же самое здесь произошел вчера сливе дальше мы ждем какую-то модель потому что рынок он скажем если сливают должен быть какой-то откат набор позиций для того чтобы дальше бывает момента когда рынок просто посыпался да но это уже не торговый момент поэтому на этом закончим с вами был виталий кух там будут вопросы пишите в комментариях всем спасибо всем побольше профитов до следующих обзоров